всем привет сегодня будем делать вот такого зверька возможно он чуть-чуть похож на какого-то полу дельфинчика полу какое-то еще какое-то существо непонятно с рожками тут корона и тому подобное в общем такой какой-то зверек будет получаться у нас будем делать его с помощью скульптинга будем делать его из нескольких частей то есть сначала у нас будет тело голова вот эти вот ласты там врага допустим это все будем делать отдельно потом все это соединять процессы вы увидите как это все создается давайте я удаляю эту картинку и мы начинаем всем привет у меня появилась страничка на бусте если вы хотите поддержать меня и мой канал то переходите по ссылочке ниже на бусте вы найдете все мои работы и сможете их скачать вместе с исходниками спасибо за внимание и приятного просмотра для начала мы создаем получается кривую безе которая называется заходим в режим редактирования и сразу ее выпрямляем она у нас прямая была и потом включаем вид спереди и по игреку на 90 градусов и и так теперь нам нужно ее поднять повыше и давайте сразу подтвердим ей координаты и сдадим толщину где-то вот так нам просто нужна толщина пока достаточно так режим редактирования и получается вот эта часть где голова нам нужно ее вот так вот повернуть чуть-чуть приблизительно то есть то есть это у нас будет идти туловище и нам нужно чтобы она вот так вот немножко изгибалась вот приблизительно где-то так то есть чтобы у нас такой с образный изгиб был а вот эту часть я тоже наверное чуть-чуть уменьшу вот так вот где-то так и сделаю экструд тут небольшой нужно сделать экструды где-то вот приблизительно так возможно чуть-чуть вот так вот чтобы такой был более такой плавный переход так смотрю приблизительно на референсе и давайте вот эту часть мы уменьшим тут достаточно сильно мы уменьшаем вот так вот допустим а эту часть мы наоборот увеличиваем alt s я нажимаю чтобы увеличивать где-то допустим вот так вот возможно я чуть переборщил и нужно как-то поставить более-менее ровно вот так приблизительно да так вот эту часть я не хочу подавать и наверно так я оставлю вот как то так а эту часть наверно вот так вот такая какая-то форма меня больше всего он устроит наверное приблизительно и вот эту среднюю точку давайте тоже чуть увеличим но тут не очень сильно так форма базовая у нас готова дальше нам нужно приблизительно поставить голову чтобы понимать вообще по пропорциям мы попали в пропорции или нет я сначала сделать от origin origin to geometry и создам получается где-то у меня round cube если у вас этого нету вам нужно установить аддон extra object так радиус единицу ставлю и arc 20 теперь режим редактирования перемещая сюда 3d курсор и получается shift s selection to курсор и уменьшаю и сразу я сделаю дубликат этого объекта дальнейшем понадобится так смотрите нам нужно получается голову поставить где-то вот тут ну допустим и смотрим насколько она большая сравнению с нашим телом ну где-то где-то нормально то есть у меня где-то получается 0.7 возможно чуть побольше прям чуть-чуть вот так вот допустим да ну нет поменьше вот так приблизительно опять же плюс-минус потом посмотрим дальше нам нужно сделать получается вот эти вот last и просто поставить их мы опять дублируем этот шарик получается с z уменьшаем потом по игреку делаем их меньше вот такие вот они получаются z и растягиваем чуть-чуть так и двигаем их получается приблизительно 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 нашему персонажу еще по x у делаем их меньше чтобы они небольшие были вот такие приблизительно колбаски и получаются и ставим до их получается ну вот где-то где-то сюда возможно чуть повыше вот так вот я бы их поднял до приблизительно так приблизительно так и давайте по мирору сразу продублируем чтобы посмотреть как это все выглядит собранном виде да вот вот да приблизительно вот такая форма у нас получается так хорошо крошки мы будем делать наверное потом когда сформируем уже голову потому что мы голову будем двигать ну точнее делать вот этот нос и поэтому рога сейчас делать нет никакого смысла давайте начнем с головы во первых я сразу делаю 6 смуз мне так более удобно работать и control tab перехожу с культ мод сразу я делаю ремеш 0.01 пока этого будет достаточно и смуз нормал ставлю ремеш готова теперь я беру в руки планшет точнее перо и мне нужна кисточка elastic deform она желтая плюс я включу симметрию по x у получается вид сбоку есть чтобы не запутались это у меня вид нет точнее вид спереди это у меня вид сбоку и я просто неправильно камеру поставил не хочу уже все перекручивать и а этот шарик где он у меня не этот шарик вот этот вот шарик я удалю чтоб он мне не мешал так и сейчас мы будем формировать наш нос только тут тут значит не тут по игреку нужно симметрия это смотрите опять же я только что стал это у меня получается по игреку так как у меня все это неправильно повернуто и давайте наверное я сразу выйду и все это повернул в правильном направлении чтоб мне было удобнее работать мне получается нужно просто повернуть их вот так вот и подтвердить тут все координаты тут по x у мы ставим и подтверждаем все теперь так скульпт мод теперь если вид спереди включаю я вижу спереди персонажа и теперь у меня симметрия будет адекватно работать я это сделал для того чтобы потом не запутаться так окей будем сейчас формировать но смотрите берем кисточку elastic deform делаем ее ну чуть-чуть наверно где-то 44 пикселя опять же приблизительно наводимся то есть если мы наведем сюда курсор мы приблизительно наведемся там где у нас центр ног где-то наверное вот может чуть чуть ниже и чуть-чуть тянем потихонечку начинаем вытягивать вот эту форму нашего носа аккуратненько не спешите по чуть-чуть таким вот образом мы вытягиваем нашу форму по бокам тоже это все раздувайте чтобы у вас была какая-то более-менее такая понятная форма чуть-чуть по чуть-чуть тяните получается по бокам чуть-чуть и вот у нас получается вот какая-то такая вытянутый нос что ли поскольку случилось похож давайте наверное еще чуть вытянем его и control r чтобы пересчитать это тут возможно чуть пошире это все сделаем где-то где-то вот так вот теперь нам нужно это все как бы переносицу сделать ну условно говоря опустить это все пониже пока где-то так и возможно возможно сделать это все по ужин потому что мы слишком сильно вытянули то есть сейчас мы такую более грубую форму формируем и вот у нас приблизительно формируется уже вот этот наш нос чуть чуть повыше возможно и вот эту часть мы сильнее ставим ok приблизительно вот у нас форма получается он плюс минус опять же готовым теперь давайте возьмем кисточку которая называется grab и ей уже вытянем вот эту вот форму на кончике носа такую форме шарика мы получается просто кончик носа берем и тянем его вверх старайтесь переключаться между ракурсами чтоб вы смотрели с каждого рак вам так удобнее будет и аккуратненько делаем вот эту форму носа давайте опять control r чтобы пересчитать готова так ну где-то приблизительно так но где-то 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 такое что я хотел возможно это перебор как-то вот так вот да давайте обратно elastic deform и я хочу наверное более узкий этот но сделать я возьму кисточку побольше и вот так вот сужаю это все чтобы вот этот нос был более узким и вот тут я наверное чуть-чуть подыму это все приблизительно где-то так мне наверное вот эта часть не нравится зажатым шифтом я это все сглаживаю зажимаю shift и все это сглаживается так напоминаю что мы сейчас делаем такую более базовую какую-то форму я бы наверное взял бы кисточку inflate уменьшаю и я вот тут получается начинаю круговыми движениями возить и у меня раздувается это геометрия где-то где-то вот так до приблизительно давайте control r чтобы пересчитать все это так ну приблизительно приблизительно что-то похожее окей возможно кисточку elastic deform еще раз возьму и сделаю вот эту часть поменьше так сужаю бы она была поменьше как-то как-то так можно постельнее ну приблизительно такой вот нос длинный получается приблизительно окей давай теперь возьмем кисточку наверное clay strips и будем приблизительно рисовать глаза глаза у нас где-то вот тут будут находиться зажатым control am мы начинаем рисовать где у нас будут глаза где-то вот эта вот область тут смотрите глаза я допустим хочу сделать такого формата вы можете просто круглыми и сделать я хочу такие глаза сделать и наверно возьму кисточку побольше и формирую приблизительно форму для глаз так возможно тут побольше нужно сделать их вот так вот где-то готова но приблизительно пока только приблизительно это все делаем допустим допустим давайте теперь зайдем в режим изоляции зажатым шифтом пройдемся по этой модельки чтобы смазать все вот эти вот неровности аккуратненько так выходим и перемещаем сюда точнее перемещаем сюда 3d курсор и давайте создадим и весь веру и приблизительно поставим где у нас будут глазам чтобы понимать вообще где у нас находятся глаза получается вот тут где-то только единственное что я ее наверное или нет наверное нет не буду поворачивать с z нажму вытяну сделаю поменьше с z как-то вот так вот наверно и по потом по игреку с плюс ну он получается вот и у нас глаза они и более с плюснутые будут у нас так сразу по мировых дублирую 6 мусс из division surface пока достаточно так теперь ставим где у нас эти глаза будут ну вот где-то они вот тут только чуть-чуть их нужно в моем случае опустить вниз как бы чтоб они лежали да вот где-то так так готова больше наверное пока с глазами мы ничего делать не будем потому что нам просто нужна какая-то основная форма чтобы мы понимали где у нас вообще глаза где у нас нос находится и так далее а потом мы уже будем работать над ними но хотя можно сделать такую штуку давайте зайдем в режим изоляции продублируем их выйдем с режима изоляции и опять зайдем в режим изоляции режим редактирования wireframe и получается нам нужно сейчас я выделю наверно нижнюю точку так будет мне удобнее и я control плюс нажимаем и приблизительно наверное вот эту часть нам нужно удалить да теперь выбираю все делаю экструд вот такой наверное выбираю эти и джи мин крис там люблю единицу выходим и это у нас будут веки такие возможно слишком они большие возможно давайте попробуем поменьше сделать и поднять вверх ну как-то вот так поставить да вот так вот уже посимпатичнее смотрятся внизу я не знаю есть ли смысл их делать давайте попробуем shift escape поворачиваем тут правда нужно их будет поставить более-менее нормально я сейчас просто для примера делаю повернем их просто точнее не для примера а просто посмотреть мне устраивает они тут или нет если устраивает туда их буду вырезать уже нормально просто вот так вот допустим а это же не видно и даже не видно поэтому 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 вот так вот допустим ну возможно возможно кстати давайте возьмем на заметку что в принципе можно снизу их сделать окей пока с глазами мы закончили давайте обратно перейдем скульптинг и будем дальше доделывать этот нос мне что не нравится что он достаточно в этой форме он какой-то слишком даже не знаю слишком такой тупой что ли очень трудно это объяснить давайте вот эту часть я сделаю поменьше вот так где-то возможно слишком длинный он просто мне казался чуть поменьше мы сделаем я делаю это кисточкой эластик деформ пересчитаю геометрию обжиг мод обратно включаем нашу сферу которая у нас была до этого дублируем ее и перемещаем сюда так я получается давайте вот так вот сделаю и эту сферу я перемещу сюда сделаю поменьше просто я поставлю вот эту сферу вместо кончика носа где-то вот так вот наверное на циркового клоуна похоже чуть допустим да ну где-то где-то так так шить смуси сделаю ну думаю да думаю да единственное что обратно заходим в скульптинг уже именно этого объекта давайте я сделаю ремеш тоже 0.01 этого будет достаточно и форму немножко применяют то есть я хочу чтоб она была как-то вот такая вот что ли это на сильно где-то вот так вот допустим чтобы она не такая круглая была вот так допустим чуть-чуть да вот что-то типа такого я наверно хотел и давайте это все соединим выделяю два этих объекта control j потом правой кнопкой мыши с от origin origin to geometry пульт заходим и control r чтобы пересчитать диаметрию готова она соединилась не обращайте внимание на вот эти швы мы их потом зажатым шифтом проходимся по ним чтобы смазать их ну и сейчас мы на самом низком он на таком подразделении не подразделение а мы нажмем на раме что всего лишь 0.01 поэтому не сильно обращайте на это внимание да вот что то что то такое единственное что наверное возьму кисточку clay strips и чуть-чуть вот тут ей повожу чтобы добавить сюда геометрии побольше так что она работает работает побольше нужно сделать вот туда чуть побольше геометрии нужно тут смотрите тут осторожненько главное не переборщить да и зажатым шифтом прохожусь чтобы все это опять же сгладить чтоб переход получается между вот этим носом ну между кончиком носа и самим носом то есть нос переходит у нас голову был более плавным вот тут а то он был какой-то более такой более не плавный что ли давайте control r нажмем что пересчитать геометрию да думаю и хотя вот тут я бы еще добавил бы наверное в этой области и делаем smooth всему этому делу control r чтобы пересчитать да что то что то типа того так пока с головой мы наверное закончим потому что больше мы ничего не будем делать я так смотрю рот мы будем рисовать уже попозже глаза глаза посмотрим давайте наверное что-то с глазами попробуем сделать давайте возьму наверно кисточку сейчас попробуем блок и попробую тут чуть-чуть порисовать вот так тоже зажатым control чтобы углубить как бы эти глаза чуть-чуть тут аккуратненько вот так вот я думаю будет достаточно просто чтобы их сильнее сделать то есть сильнее углубить тут зажатым control am совсем чуть-чуть и потом проходимся зажатым шифтом чтобы все это сгладить кстати я забыл matcap другой включить мне вот так лучше работать да да явно пока с глазами хватит пока больше ничего наверное не нужно делать хотя я бы наверное вот тут вверху я бы нарастил бы чуть-чуть геометрия так потом сглаживаем получается в этой область чуть вложим им до чуть-чуть тут буквально чтоб было понятно что это действительно у нас глаза так пока хватит пока хватит и давайте обратно в object мод и сохранимся какие-то допустим складки под глазами либо там еще что-то мы будем уже рисовать попозже потому что сейчас ну достаточно мало количество геометрии поэтому она так будет выглядеть давайте сейчас наверное займемся получается делом во первых это все нужно конвертировать в мэш и потом опять делается творится origin origin to geometry и добавить сюда subdivision я думаю в две итерации будет достаточно и заходим в режим изоляции нам очень важно объединить вот эти вот фейсы ну не фейс а закрыть вот эти вот отверстия неправильно сказал потому что когда мы будем делать ремеш она все может у нас посыпаться и control b делаем небольшое и тут то же самое выбираем control b не очень много тут три сегмента по моему будет достаточно готово так теперь наши руки их наверное нужно вот сюда чуть подвинуть где-то на середину и протейшну чуть как бы вперед дать им также давайте шить смузь делаем ну где-то наверное спереди смотрю где-то наверное так подтверждаем им мира ой нету нажал вердаем и мира и давайте получается subdivision тоже подтверждаем уже у этого объекта подтверждаем subdivision так теперь давайте соединим эти два объекта control джей готова и я думаю в принципе можно уже соединить это все с головой только наверное давайте возьмем этот объект выберем голову control минус он подумает если у вас не включена don bull tool то установить его нажимаем на нашу голову и в более в булевых операций нужно поставить union сейчас он тоже чуть подумает окей нажимаем apply подтверждаем то есть и удаляем вот эту часть теперь set origin origin to geometry и таким образом мы соединили все части объектов как бы в одну цельную геометрию и дальше будем с ней работать заходим скульпт мод и пересчитаем это все контрол готова пересчиталась и тут давайте теперь избавимся от вот этих вот так сказать подтяжек что ли нам нужно кисточку смуз выбрать и проходимся по всему объекту и сглаживаем его именно особенно на теле так сказать все это сглаживаем пока не будем больше подразделять нам сначала нужно сгладить нам будет удобней сглаживать все это когда у нас маленький полигонаж так и проходимся по всему этому объекту в районе стыков делайте это все аккуратно тут кисточку нужно поменьше сделать не спешите главное а кисточку можно сделать поменьше если вам кажется что слишком сильная на окно вроде все так на глаз не видно поэтому в принципе вроде как все control r и давайте теперь создадим рога это последний наш объект который будет включать в общем аж поэтому давайте сразу создадим создаем получается кривую и безе rx 90 ой нет не безе извините кривую но которая пас rx 90 нет r y 90 делаем ее поменьше и ставим приблизительно но и у нас голова это вот наверное сразу давайте толщину и зададим побольше где-то вот так и я сразу добавлю нет и mirror не буду добавлять мир я не буду добавлять так эту сферу мы пока убираем она не нужна режим редактирования получается двигаем сюда а эту часть мы alt s и уменьшаем даже наверное не так а возьмем включим пропорциональное редактирование alt s и уменьшаем пропорционально это все вот так вот да отлично отлично так возможно нужно чуть чуть посильнее эти рога как бы вниз направить но не вниз а чтобы они вот так что ли были чуть-чуть вот так вот допустим чтобы они сильнее закручивались тут опять же все на ваш выбор конечно но я наверное на таком варианте остановлюсь смотрим возможно чуть-чуть я их пониже сделаю вот так вот допустим потому что у нас тут будет корона вот ну где-то наверное где-то наверное вот так так инвертируем все это в наш опять режим редактирования f и тут тоже с готова не знаю что я забыл самое главное вот тут сделать небольшой был так будет достаточно так готово на всякий случай с облив накинем и подтвердим это всем супер теперь берем мира добавляем сюда и как называется слово забыл подтверждаем его вот теперь берем роган берем наше туловище control минус сейчас он тоже он быстренько даже выбираем наше туловище union так стоп что она прыгнула union выбирайся вот подтверждаем все это часто достаточно долго думает хотя полигонаж небольшой так подтверждаем все это стоп она что-то пропало так сейчас он достаточно долго думает так где наши рога делись ага мы как-то я точнее что-то не туда наверно нажал и мои рога пропали так control минус голову выбираю union и так то что она перекладывается и play и удаляем готовым так теперь скульп control р пересчитать отлично все теперь у нас весь персонаж готов в принципе и можно с ним дальше работать остальные детали которые не будут персонажа но я имею ввиду который не придется объединять мы будем делать уже потом так отлично все теперь можно подразделить его посильнее точнее не подразделить а затем у промеж control р и двигаем нашу сетку где-то назначение 07 и control р нажимаем так возможно это даже мало давайте побольше сделаем давайте сделаем где-то 06 смотрим ну где-то приблизительно так так что мне хочется еще я хочу вот эту часть ему больше геометрии задать как там мне тут мало вот этот переход слишком маленький поэтому давайте возьму кисточку клей стрипс и немножко вот тут порисуем чтобы вот этот переход был такой посильнее потом зажатым шифтом прохожусь все это сглаживаю вот тут еще наверное чуть зажатым шифтом сглаживаю ну возможно возможно сейчас получше давайте control r и пересчитаем геометрию так вот можно тут зажатым шифтом прохожусь эти рога мы забыли урагам пройтись тоже зажатым шифтом чтобы сгладить допустим окей теперь давайте нарисуем наш рот приблизительно где он у нас будет для этого нам понадобится кисточка крис тут аккуратненько допустим где у нас будет рот кстати хотя я вот смотрю сейчас на голову у меня чуть но опять же я конечно не попал в пропорции давайте эластик деформ возьму сделаю побольше и попробую я немножко то наверно нет поднять повыше думал повыше да ладно давайте атакую оставлю чтоб уже не делать в любом случае одну и ту же модельку делаешь два раза особенно скульпте ты особо не попадешь пропорции плюс-минус ну опять же если делать четко по референсу это один вопрос и делает так как я то это второй вопрос так ну и допустим давайте рисовать рот наверное сделаю вид снизу вот такой приблизительно и сначала аккуратненько пройдусь кисточкой крис напоминаю и сделаю вот такой вот приблизительно такой вот рот давайте я с середины начну я аккуратненько веду и вот получается у меня какой-то вот такой рот теперь его как бы объединяю чуть-чуть вверх тут будет заходить ну и вот какой-то такой рот теперь можно посильнее нажать ну как нажать я на планшете конечно и поэтому я могу регулировать степень степень нажатия да и вот приблизительно вот такой вот рот мы получаем так тут я уже посильнее делаю нажим чтобы более такой сильный эффект был типа он так улыбается улыбчатый у нас получается какой-то зверек у вас да где-то вот так вот у вас может получиться не с первого раза особенно если вы делаете мышкой тут вам просто нужно потренироваться и в принципе у вас я думаю все получится так где-то вот так вот да в этот раз даже мне больше нравится он улыбается у меня получился не такой серьезный поэтому дальше давайте сделаем ноздри ноздри где-то вот тут у меня будут зажатым контролом кисточка блок называется зажатым контролом делаю ноздри и потом зажатым шифтом прохожусь чтобы сделать их ну чтобы из гладить да вот что то такое control r пересчитаем супер супер так давайте я возможно возьму кисточку draw sharp и вот тут пройдусь там где у меня рот чтоб она более как бы более четко сделала этот рот не знаю трудно очень рассказывать как работает кисточка вам нужно самим это попробовать потому что рассказать какое у нее воздействие достаточно сложно поэтому тут вам только нужно самому попробовать пересчитываем опять это все и проходимся зажатым шифтом чтобы сгладить это все только тут аккуратненько все это походитесь чтобы не потерять личную геометрию так готово опять пересчитываем все это есть и кисточки крис не такой большой тоже проходимся по чуть-чуть чтобы как бы посильнее выделить рот ну я думаю где-то где-то вот так достаточно нам больше не нужно так что мы можем еще сделать тут ну во первых мы должны поработать с глазами я возможно хочу добавить как бы переносицу такую приблизительно но делаю вот вот вид сверху и где-то вот тут кисточкой clay strips я добавляю побольше геометрии вот так вот допустим у меня появилась вот такая типа переносица и потом сглаживаю это все пункт более такой выразительный был да вот что-то типа того был такой приблизительно бугорочек приблизительно что такое возможно если мы возьмем кисточку крис не знаю как это будет смотреться если мы с зажатым контролом вот тут немножко порисуем и сделаем вот такую вот форму вот так где-то не знаю насколько она будет смотреться но вроде как прикольно выглядит можете также сделать близительно так теперь получается наши глаза я наверное зажатым контролом по глазам вот тут пройдусь также кисточкой крис чтобы сделать их более такими выразительными более острыми что ли ну вот эти вот края не глаза сами а края вот так вот допустим до control r так и наверное пока с глазами наверное хватит хотя 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 допустим допустим давайте нажмем еще раз shift r и сделаем где-то 05 уже даже не 05 наверное давайте 04 сделаем и control r если у вас слабый компьютер то можете не подразделять можете оставаться приблизительно на том уровне подразделения какой у вас был так теперь я хочу попробовать сделать возле рта такой как бы мешочек небольшой а для этого нам понадобится кисточка дрову приблизительно вот тут такую складочку слишком толстая она давайте поменьше сделаем такую небольшую складочку рисуем где-то так до приблизительно берем кисточку потом крис и во первых по ней зажатым контролом проходимся а потом снимаем control и вот тут рядышком проходимся чтобы сделать такую небольшую ямочку нужно аккуратненько все это делать чтобы тут главное не переборщить вот где-то где-то вот такая знаете что мне напомнилось сейчас я сделал не знаю насколько она тут прокатит на джокера типа ну вы поняли помните джокера у него там рот был такой разрезанный тому подобное но напомнило такое не знаю насколько это тут нужно не нужно актуально или нет ну смотрите сами в общем я показал как это сделать дальше сами смотрите я возможно оставлю но с зажатым шифтом я пройдусь и сделаю ее не такую выразительную вот наверно вот так вот да явно я туда переборщил сделаю не такую выразительную окей дальше я наверное тут тоже пройдусь такую складочку небольшую сделаю вот тут допустим где у нас типа идут брови такую это складочку под глазом наверное делать не буду хотя давайте попробуем давайте попробуем посмотрим как она будет выглядеть добавляю вот тут чуть-чуть геометрии кисточкой как он называется то ой забываю название draw и потом кисточкой крис аккуратненько прохожусь сначала с контролом сверху а потом без контрола снизу чуть-чуть до чтоб вот как-то выделить эту часть получается но вот где-то где-то вот так control r и подразделяем тут уже все на ваш выбор говорится но возможно кстати тоже слишком много и зажатым шифтом пройдусь потому что он его как-то чуть бы ставит похоже чуть-чуть на морщины но опять же смотря с какого ракурса смотреть ну и плюс кому как конечно тут сложно сказать нравится вам но будет вам нравится или не будет нравиться допустим допустим ok что мы можем сделать дальше но во первых нам нужно сюда вот такие вот я не знаю и штуки назвать это получаются какие-то такие аку динозавров допустим таки это не рога а это не чешуя в общем я не знаю как это назвать треугольнички будем называть треугольничками потом корону сделать ну и в принципе на этом плюс минус все только единственное что давайте наверное чуть-чуть с рогами поработаем я хочу чтоб рога были такие немножко пошарпанные не пошарпанные чуть порезанные типа ну я беру кисточку крис и и вот так вот допустим прохожусь ей тут достаточно сильный я нажим делаю вот таким вот образом чтобы рога как бы чуть-чуть были и не первой свежести так сказать и допустим также вот тут вот так куда тут чуть-чуть чтоб они чуть-чуть пошарпаны и были окей давайте выйдем получается со скульптинга в object mode и давайте займемся допустим зубами ну а дальше уже посмотрим возможно что-то переделаем давайте сейчас делаем вот на спине и на голове вот такие вот типа в кавычках рога ну как у динозавриков есть такие штучки я не знаю правильно называть мы будем делать с помощью куба давайте сразу сюда перемещу 3d курсор центр и создам получается куб но для них я сделаю отдельную папку я этот куб не буду соединять с персонажем поэтому он у меня будет в отдельной папке приблизительно это все у меня идет со спины где-то ну вот отсюда так этот куб нужно чуть побольше сделать приблизительно вот так вот сразу утверждаем координаты и добавляем сюда subdivision 3 итерации и рендер на 3 режим редактирования и эту часть получается нужно сузить чуть-чуть и потом сузить еще по игреку нет по иксу моем случае по иксу чтобы она выглядела вот так получается вот такая какая-то штука на спине будет ведь сбоку давайте сразу 6 мусс и поворачиваем ее но я не знаю тут больше меньше смотрите сами как вам нужно но я наверно на таком остановлюсь возможно вот так чуть-чуть ну да приблизительно где-то так и теперь ведь сбоку включаем берем эту часть и получается дублируем поворачиваем чуть старайтесь чуть подальше делать чтобы было какое-то расстояние опять дублируем ставим сюда их можете увеличивать уменьшать делать больше меньше я наверно буду делать одного размером дублируем ставим сюда потом сюда или потом когда сделаю я их наверно уже буду уменьшать сюда ставим получается сюда ну да тут явно нужно их уменьшить и сюда вот так готова теперь давайте их чуть уменьшим каждую из них можете в рандомном порядке это все сделать ну где-то вот так вот допустим да и вот такие вот они получаются сразу им давайте подтвердим координаты я не помню если выбрать все получится ли подтвердить у всех до получилось все отлично да ok теперь заходим в режим редактирования уже этого объекта и нам тут понадобится кисточка или блок вот это вот либо же кисточка дров давайте я вам покажу как это работает близительно если мы берем кисточку блок то нам нужно приблизительно навестись на центр я вам только сейчас показываю пока не делайте делаем ее больше допустим и наращиваем как бы геометрию вот так вот у вас получился ну такой такой типа гор мы делаем это для того чтобы вот эту часть каким-то образом выходила с персонажа то есть это не просто что она там есть а она как бы оттуда выходит таким образом мы как бы прячем эту часть мышь не будем это все присоединять и вот таким образом все это можно спрятать вот мне кисточкой блок как раз это и нравится вы можете попробовать еще давайте я отменю кисточкой дров сделать попробовать и уменьшим просто вы рисуете вот так вот и получается тот же самый эффект вот наверно дольше это все будет делать вот так такой же приблизительный эффект получается но это скорее все дольше чем кисточкой блок я наверно буду кисточкой блок это все делать давайте я отменю это все сохраняюсь на всякий случай берем кисточку блок наводимся тут побольше я кисточку сделаю где-то вот такого размера приблизительно и круговыми движениями аккуратненько наращиваю геометрию по чуть-чуть главное тут не спешите наверное чуть-чуть переборщил я давайте зажатым контролом поменьше сделаю потом нужно будет пройтись кисточкой как он называется приз особенно по краям вот тут получается чтобы сделать их более такими но острыми что ли вот так вот но если мы будем делать кисточкой давайте сейчас меню я просто вам показать чтобы вы понимали как вам легче все это делать но если мы будем делать кисточкой дров то вот эти вот края они у нас сразу как бы появляется то есть мы сразу их делаем но они не такие ровные получается и тут как бы на ваш выбор на reference если вы посмотрите я делал это с помощью кисточки дрова но сейчас я хочу попробовать все это сделать кисточкой блок я этот момент ускорим так как тут однообразные действия и как сделаем я повернуть вот так вот вот ну Продолжение следует... Вот у меня вот такая штука получилась. Давайте нажмем Ctrl-R, чтобы пересчитать полигонаж. Точнее, ну, чтобы мы сделали ремеш. Потом Shift-R и подразделим все это чуть побольше, где-то 0,30. Ну, вот такое приблизительное значение. И Ctrl-R нажмем. Вот сейчас у меня получается сколько? 600 тысяч треугольников, если я не ошибаюсь. И тут все зависит уже от мощности вашего компьютера. Если ваш компьютер такое не вытягивает, то понижайте количество, либо его не добавляйте. Если у вас все окей, то, в принципе, нам это подходит. Почему я увеличиваю полигонаж? Во-первых, чтобы мы могли поработать с более мелкой детализацией. Во-вторых, мы будем все это раскрашивать через Vertex Paint. И там получается, чем больше вертексов, тем более окраска будет более плавная. То есть оно зависит от количества вертексов. Я не знаю, насколько тут количество нам подойдет. Какое, точнее, количество оптимальное будет. Но я, опять же, сужу по мощности своего компьютера. Если у вас компьютер достаточно слабенький, ну, то меньше делайте, допустим. Я тут прохожусь с зажатым шифтом, чтобы какие-то детали смазать чуть-чуть. Чтоб они более аккуратно выглядели. Вот, особенно вот на хвосте вот есть вот такие детали, которые тоже нужно разгладить. Такого особого ничего нету. Просто аккуратненько с зажатым шифтом проходимся. Чтоб они более гладкие были. Где нужно, там можно чуть-чуть дорисовать вот эту геометрию. Доделать немножко ее. В этом месте, допустим, чуть-чуть. Тут, возможно, чуть-чуть. И Ctrl-R, чтобы пересчитать. Окей, теперь я хочу сделать, получается, складочки в этом месте. И, наверное, хотя, видите, я тут, получается, сделал, что только тут можно складку. Ну, давайте ее, допустим, сделаем. Нам нужна кисточка, кисточка дрова, в общем, нужна вот эта вот первая. Да, и давайте приблизительно, где, наверное, кисточку чуть побольше. Ну, где-то, где-то вот тут. Сейчас я подумаю, это вот так вот сделать или сверху вниз. Давайте вот так вот сверху вниз вот такую сделаем. Наверное, чуть поменьше нужно сделать ее. Вот так приблизительно. Ее достаточно такую толстенькую делаем. Потом кисточку Крис берем. Во-первых, сверху пройдемся. И зажатым контролом сверху. И потом без зажатого контрола вот тут по краям, чтобы сделать как бы такой, ну, не изгиб, я не знаю, как-то объяснить такое углубление. Трудно, я повторяюсь, трудно это объяснить, как это все выглядит. Ну, вот получается, вот такую какую-то складочку мы сделали. Так, ну и тут, в принципе, больше, наверное, нигде таких складочек ты не сделаешь. Давайте попробуем внизу. Вот тут. Сейчас сделаем. Получается, тут еще кисточку, наверное, меньше. Где-то вот тут я хочу сделать. Так. Тут очень мало места, поэтому давайте просто вот так вот нарисуем. Кисточку Крис берем обратно. Проходимся сверху зажатым контролом. И без зажатого контрола вот тут рисуем все это. И вот тут чуть-чуть. Да, готово. Это такая мелкая детализация, которая добавит нашему персонажу больше, как ни странно, детализации. Да, тавтология такая немножко получилась. И, в принципе, больше тут нигде не нужно это делать. Давайте чуть-чуть поработаем с этой складкой. Я, наверное, более ее выразительной сделаю сейчас. Тоже зажатым контролом. Кисточка Крис. А тут без зажатого контрола уже прохожусь. То есть у нас сейчас геометрия повысилась. Ну, количество полигонов. И можно работать вот с такой вот мелкой детализацией. Так, тут получается тоже с зажатым контролом. Типа, бровь какую-то. И тут тоже можно с зажатым контролом пройтись. Тут уже без зажатого контрола. И вот эту часть я хочу тоже кисточкой Крис с зажатым контролом. Я прохожусь и делаю вот такой вот типа, ну, не носа, а переносится, что ли, похоже. Так, ну, давайте пока остановимся на этом. Выйдем и сделаем сейчас зубы. Зубы таким же способом делаем, как и вот эти вот штуки. Даже можно, наверное, нет, давайте лучше заново сделаем. Новую папку создадим. Так, создаем, получается, куб. Уменьшаем его. Сразу сабдивижн. 3 и 3. Тут зубы достаточно маленькие. Так, получается, сужаем. И по фиксу, допустим. Ну, приблизительно какие-то такие, получается, зубы у нас. Переворачиваем их. Так, единственное, что они прям совсем маленькие должны быть. Прям совсем маленькие. Шить смуз сразу сделаем. И только по скейлу сначала подтверждаем. Мы сделаем сначала зубы, а потом посмотрим. Возможно, как-то мы рот поменяем. Сразу не могу сказать, потому что еще не знаю толком. Так. Вот, получается, первый зуб ставим. Важно попасть там, где у нас рот находится. Где-то в этой области. Плюс-минус. Так. И, возможно, я вот не знаю, повернуть, что ли, их. Или пусть так будут. Чуть-чуть по ротейшну. Вот так вот, допустим. Окей, пусть так будет. Ротейшн скейл подтверждаем. Ой, не туда. И сюда нужно сразу добавить миррор. Потому что мы этот зуб будем дублировать. И сразу будем делать на двух частях. Чтобы потом не добавлять. Так. Сюда ставим зуб. Тут придется камерой, конечно, покрутить. Потому что не очень удобно все это делать. Чуть-чуть поближе, наверное, чтобы не так далеко был. Вот так вот где-то. Так. Опять дублируем. Ставим вовнутрь. Тут, возможно, давайте повернем чуть-чуть. По Z именно. Так. Возможно, вот так вот как-то. Будем еще смотреть потом. Сейчас поставим. Потом будем, если что, крутить. И вот тут два зуба. Только их нужно вперед подать. Вот так вот. Там где у нас рот. Да. Что-то типа такого. То есть была задумка сделать такого персонажа. С одной стороны такого мультяшного. С другой стороны у него есть рога. Вот такие вот штуки. И как бы не хотел я его сделать злым. Хотел сделать его таким. Ну, если можно так выразиться. Дурачком таким. Придурковатым таким. Смешным персонажем. Потому что у него такой смешной нос большой. Такая улыбка чутка дурацкая. Такие зубы выпирающие. То есть не монстрика. А тут главное не переборщить. И не сделать у него какие-то клыки. Как у монстра. Я вот этого не хотел. Я хотел этого избежать. Но в принципе у меня плюс-минус получилось. То, что я задумывал. Так. Думаю. Думаю так. Да. Вот сюда продолжать зубы. Я не знаю. Есть ли смысл. Давайте поставим один. Посмотрим, как это будет выглядеть. Ну, наверное. Как-то. Вот так, что ли. Давайте посмотрим. Нет, наверное. Как-то я, наверное, вот так вот и остановлюсь сюда. Не знаю. Нет, наверное, смысла добавлять. Наверное, так. Остановлюсь. Так. Давайте обратно в скульптинг зайдем. И возьмем писточку Крис. Побольше ее сделаем. И пройдемся вот тут возле рта. Чтобы еще как бы углубить его. Тут только аккуратненько. Не переборщите слишком. Где-то вот так вот будет достаточно. Ctrl-R, чтобы пересчитать. Сейчас он думает. Да. И как вариант. Я не знаю, насколько это будет уместно. С зажатым Ctrl-ом можно пройтись по вот этим условно губам. Чтобы сделать такое условное начертание. Давайте я зайду в режим изоляции. Так. Чуть-чуть приблизился я. Чтоб вот эти вот губы были, так сказать, более выразительные, что ли. С зажатым Ctrl-ом кисточкой Крис. Вот по краям аккуратненько проходимся. Нет, давайте я все-таки выйду, чтобы я видел, где у меня зубы находятся. Я понимал, где они у меня лежат. Стоят, точнее. Так. Не знаю, как это будет выглядеть. Вроде как окей. Вот такая, чтобы у нас форма была более внятная, более понятная, если можно так выразиться. Вот. Не знаю, насколько это будет смотреться хорошо. Тут уже смотрите сами. Но я, допустим, оставлю такую форму. Да, где-то оставлю. Так. Зубы. Возможно, я чуть-чуть их вперед подвину. Где-то вот так. То есть, чтобы они у меня были где-то на середине рта. Как и должны они быть. И чуть-чуть я их поверну. Ну, вот так вот, приблизительно. Да, да, это то, что я хотел. Отлично. Так, хорошо. Теперь, что у нас еще? У нас есть тут усы. Давайте их сделаем. Получается, я создам еще одну папку. Усы буду создавать с помощью кривой. Патч или паз. Не знаю, как правильно читается. Двигаем сюда. Уменьшаем. Ну, приблизительно. Вы должны понимать, какой у вас будет длины. Вот этот ус. Ну, где-то так. Так, подтверждаем координаты. И добавляем толщину. Но тут не очень большую. Вот такие они должны быть тонкие достаточно. И сразу вот этот усик мы уменьшаем максимально, насколько это возможно. Только, наверное, не так. А давайте включим пропорциональное редактирование. И сейчас уменьшаем, чтобы оно все более-менее пропорционально было. Так, отлично. И теперь мы эти усы каким-то образом будем гнуть. То есть, чтобы они были деформированы. Заходим в режим редактирования и каким-то образом их изгибаем. Вот так вот, допустим. Наверное, слишком он большой. Слушайте, давайте я его чуть уменьшу. Вот до такого где-то размера. Так. Вот такой мне размер больше нравится. И чуть-чуть добавлю толщины ему. Ну, вот где-то, где-то так. Окей. Теперь дублируем его. Ставим куда-нибудь сюда. Допустим. Тут мы можем, во-первых, его увеличить чуть подальше. Чтобы они были разного размера. Во-вторых, как-то изменить его расположение. Чтобы они были под разными углами. Вот сюда, допустим. Ну, чтобы они разные просто были. Так будет намного интересней. Берем этот ус. Потом можем мы его повернуть каким-то образом. Чтобы не делать просто новый. Мы его можем просто немножко развернуть. И каким-то образом сделать ему деформацию небольшую. И так мы можем получить несколько вот таких прикольных усов. Главное, не ставьте их очень близко друг к другу. Потому что мы будем потом рисовать какие-то штуки на носу. Чтобы они нам не мешали. Ну, вот я, наверное, остановлюсь на таком варианте. Тут их несколько штук. Накину сюда Mirror. Сразу. Так, это не то. Это Remesh. Что такое? Не попадаем. И на последний. Так. Почему не хочет? Ну. А, оно не выбрано. А я, кстати, заметил, что у нас тут что-то с носом не то. А, подождите, я не туда Mirror добавил. Ой, я, конечно. Так, вот сюда осталось. Окей. Заходим в скульпинг. Уже с персонажем. И тут нам понадобится, опять же, кисточка блок, которым мы пользовались. Получается, наводимся, где у нас есть усы. Делаем кисточку не очень большую. И круговыми движениями рисуем, чтобы сделать вот такую вот, как бы, ну, наращиваем, в общем, геометрию там, где у нас усы. Вот так вот, допустим. Не очень большие их делайте. Вот, отлично. Почему-то Mirror плохо сработал. Давайте set origin сделаем. Origin to Geometry. Опять зайдем в скульпинг. И попробуем заново. Так, поменьше кисточку сделаем. Ммм, все равно как-то он не очень работает. Давайте тогда отключим Mirror. И вручную это все сделаем. Не хочу разбираться, что там с Mirror. Это уже почти последний объект, который нам нужен. Поэтому, в принципе, тут потратить лишние две минуты и сделать вручную легче, чем разбираться, что там с точкой это все. Окей, готово. Так, давайте сохранимся. Усы у нас есть. Теперь, получается, финальная часть. Нам нужно сделать корону. И нужно сделать такой, типа, диамантика, что ли. Какое-то похожее. Давайте, получается, будем создавать корону сначала. Создаем, получается, Circle. Наверное, с 34 вершинами. Поднимаем вверх, уменьшаем, ставим сюда. Теперь нам нужно сделать Extrude вверх. Ой, не то, нажимаю. Так, так, так. Это не то. Режим работы с точками. Делаем Extrude вверх. Допустим, где-то так. Потом выделяем все эти edges, вверху которые. Нажимаем Select. И Checker Deselect. Тут ставим, наверное, Selected 2. Ну и, наверное, на 2 остановимся. Тут, получается, выделена одна. Точнее, 3. В принципе, оно будет сзади. Я думаю, ничего не будет видно. Поэтому будет нормально. Делаем Extrude вверх. Вот так вот, допустим. И небольшой Extrude внутрь. Вот у нас получается вот такая корона. Давайте зайдем в режим изоляции. Так, потом выбираем все. Alt-E. Не то, выбрал. Alt-E. Extrude Face Long Normal. S. И делаем Extrude вовнутрь. Супер. Сразу проверяем Face Orientation. Нормально. Тут сразу проверим. Все ок. Заходим обратно в корону. Так, координаты подтверждаем. Накидываем Bevel. Два сегмента. 0.005. И Subdivision. Так. Возможно, даже 3 лучше сделать. Так. И тут нам нужно попробуем на Arc поменять. Почти исправилась ситуация. Но вот такие вот штуки у нас получаются. Поэтому выпирающие. Поэтому давайте по-другому. Sharp обратно вернем. И получается нам нужно эти вот части выделить. Или, или, или. Давайте попробуем по-другому. Не знаю, как это отобразится. Давайте получается, смотрите, что сделаем. Делаем дубликат. На всякий случай. Давайте вот эти две части сюда перенесу. И один скрываем. Так. Теперь подтверждаем Bevel. Давайте даже не так. Тут Arc поставим. Так. Подтверждаем. А если... Нет. Значит так. Подтверждаем Bevel. Подтверждаем Subdivision. Заходим в Sculpt. Так. И делаем тут допустим Remesh. Но тут Remesh уже побольше нужно сделать. Что я переборщил. Где-то допустим такой. И Control R Remesh. Так. И если мы возьмем допустим сейчас. Что-то по сетке. Наверное еще побольше сделал. Давайте где-то тут 0. Ну до 10 доведем. Ну пусть будет 0.14. Так. Если я возьму кисточку Smooth. Включу симметрию. И тут порисую. Да. Но в принципе сглаживается. Супер. Давайте так и поступим. Чтобы не изобретать велосипед. Мы просто тут сгладим. Вот что мне нравится в Sculpting. Это вот такие моменты. Которые можно быстро исправить. Чтобы с ними не мучиться. Мы просто эти части сглаживаем. И все у нас круто. И мы не будем мучиться над всем этим. Делом. Так. Проходимся. И сглаживаем эти все части. Отлично. Ctrl-R. Пересчитываем геометрию. Так. Тут можно наверное еще пройти. Но мы в любом случае потом пройдемся еще раз. Возможно внутри. Да. Внутри какие-то части остались. Проходимся. Кисточкой Smooth. Тут не особо переживайте за то, что вы что-то там деформируете. Будем эту корону царапать достаточно сильно. Поэтому Ctrl-R. Так. И давайте возьмем кисточку Play Strips. Тут я отключаю симметрию. Я не хочу, чтобы была симметрия. И я начинаю вот рисовать по вот этим вот частям. Чтобы как бы их ну смазать что ли. Так вот. Будто это все-таки металл. И он такой будет потертый у нас. Вот так вот допустим. Достаточно сильно я тут это все делаю. И таким образом нужно пройтись по всей нашей короне. Чтобы у нее были вот такие вот. Какие-то сколы такие небольшие. Какие-то покоцанные детали. Какие-то вот такие вот слизанные что ли. Если можно так выразиться. Вот тут тоже это можно сделать. Можете взять потом кисточку допустим Flattern. И тоже ей пройтись. Только она наращивает геометрию наверное. Нет. Не Flattern. А вот этот наверное. Deep получается. С зажатым Ctrl-R. Можете ей пройтись. Она еще сильнее это все делает. Но я наверное возьму только вот эту кисточку. Мне будет плюс-минус достаточно. Тут не особо упорствуйте. Так. По чуть-чуть пройдите. Чтобы прям не было это чересчур. И вот тут внизу тоже это сделайте. Опять же повторяюсь. По чуть-чуть. Чтобы это не прям сильно бросалось в глаза. Потому что все-таки короны там в людей не бросаются. Она достаточно должна быть красивая. Ну не покоцанная условно говоря. То есть это не тот допустим. Мы в прошлом уроке там делали порог какой-то. И мы там достаточно сильно делали на нем коцки. Всякие сколы и тому подобное. Все-таки это чуть другая вещь. Ну вот так приблизительно. Пересчитываем геометрию. Ctrl-R. И берем кисточку Крис. Даже можно сначала взять кисточку Draw Sharp. Сделать ее поменьше. И порисовать. Вот допустим в этой области. Чуть. Потом. Ну к примеру тут можно порисовать. Вот так. Потом как-то. Так допустим. И пройтись по всей короне. Чтобы сделать вот такие вот какие-то царапинки. Так допустим. Окей. Берем кисточку теперь Крис. И проходимся по этим местам. Не особо старайтесь там проходиться кисточкой Крис. Так чуть-чуть проводите. Проводите чтобы она будет подчеркивать все эти вот эти вот сколы. Но не прям увлекайтесь этим. Чтоб это было более-менее нормально выглядело. Можете сами кисточкой Крис что-то там дорисовать. Ну где-то. Где-то вот так вот допустим. Окей. Еще раз пересчитываем геометрию. И в принципе этого будет нам достаточно. Так. Теперь. Выходим в Object Mode. И ставим эту корону на нашу голову. Так. Ну где-то вот так вот. Отлично. Прям как тут была. Переносим сюда курсор. И получается создаем. Round Cube. И тут у нас есть. Как-то гидрон по-моему. Да. Называется так. Уменьшаем его. Вверх. И растягиваем чуть-чуть. Вот какой типа штук. Фемантик. Тут был такой. Камушек. А также подтвердим ему координаты. Заходим в Sculpt Mode. Делаем ему Remesh. Так. И тут еще тоже поднимем. Где-то до 0,4. Опять же я повторяюсь. У меня компьютер достаточно мощный. Я могу себе позволить. Так сильно поднимать разрешение. Вы уже там смотрите сами. Насколько вам это все позволительно. Кисточку Smooth беру. И прохожусь по вот этим вот краям. Чтобы сделать их более мягкими. Оно будет светиться, эта часть. Поэтому ее в принципе так особо видно не будет. Она только будет светиться. Ctrl-R. Пересчитываю геометрию. И Ctrl-Shift-R. Точнее. И еще сильнее подразделяю этот объект. Чтобы поработать с более мелкими деталями. Опять прохожу с кисточкой Smooth. По всему объекту. Пересчитываю это все. И я возьму кисточку потом Elastic Deform наверное. И каким-то образом я хочу немножко все это погнуть. Чтоб оно не было одинаковое. Вот так вот допустим. Это опять же на ваш выбор. Но допустим мне так больше нравится. Чтоб оно какой-то формы такой более неправильной было. Но это опять же все на ваш выбор. Все. Я вот так вот оставляю. Оно будет светиться. Хотя тут можно. Можно смотрите. Можно взять кисточку Clay Strips. И что-то тут. Что-то вот такую штуку какую-то нарисовать. Потому что оно будет светиться. Оно не будет в фокусе. Это не самый главный объект. Просто чтоб что-то типа как на короне было. Я наверное ориентировался на хеллбоя наверное. Это конечно не хеллбой. Но просто у него в последнем по-моему части. У него там корона появилась. И типа там огонь горит. Так. Смотрим. Ну по-моему все. А нет. Не все. Не все. Почти все сделали. Нам единственное что вот этот веке нужно соединить с головой. Так. Что мне тут нужно. Подтвердить координаты. Потом подтвердить миррор. И подтвердить сабдивижн. Левел вьюпорт на тройку ставлю. Так. И теперь. Зажатым шифтом выбираю нашу голову. Ctrl-minus. Оно долго сейчас подумает. Выбираю персонажа. Union ставлю. Тоже будет долго думать. И подтверждаю это все. Apply. Так. Вот эту часть удаляю. Заходим в культ мод. И Ctrl-R. Чтобы пересчитать геометрию. Так. Что-нибудь пересчиталось. Нет. Не пересчиталось почему-то. Давайте еще раз Ctrl-R. Все. Пересчиталось. И теперь аккуратненько. Клавишей. Не клавишей. А кисточкой Smooth. Часть вот эту вот смазываем. Это не обязательно делать. Но мне кажется так оно смотрится более правильно что ли. Тут аккуратненько все это как бы смазываем. Чтобы не было видно. Это опять деталь достаточно мелкая. Но все равно. И вот тут проходимся. Какое у нас получается века. Особенно давайте наверно в режим изоляции. Так. И вот тут аккуратненько пройдемся. Вот тут я возьму кисточку Крис еще. Вот тут допустим я сделаю такие вот более выразительные детали. И Ctrl-R чтобы пересчитать всю эту геометрию. Так. Выходим. И давайте сейчас попробуем поработать над какими-то самыми мелкими деталями. Опять я нажму Shift-R. И подразделю это все еще больше. Где-то вот так вот. Ctrl-R пересчитать. Повторяю что вы можете этого не делать. Если у вас слабый компьютер. Я не буду выходить где-то за миллион треугольников. Ну полтора миллиона. Плюс-минус. У меня сейчас где-то полтора миллиона получилось. Так. И тут я допустим хочу сделать такие небольшие складки. Я беру кисточку Draw. И вот тут вот так вот рисую чуть-чуть. Так. Потом кисточку Face. Сверху прохожу зажатым Ctrl-R. И потом без зажатого Ctrl-R. Рядышком прохожу. Чтобы сделать вот такие вот небольшие детали. Вот так вот допустим. То есть мы добавляем какую-то геометрию. Не знаю насколько она тут важна. Но она как бы более интересно смотрится чем без нее. То есть в любом случае это все нужно делать. Потому что без нее смотрится не очень. Все зависит уже от ваших каких-то конкретных целей. Ваших референсов и тому подобное. Давайте попробуем тут такую складку сделать. Побольше сделаем. Я кстати этого не делал у себя. Вот такую допустим. Какую-то возможно чуть поменьше. Ну да как-то так к примеру. Кисточка Крис. Проходимся кисточкой Крис. И потом. Делаем ее более выразительной. Вот так вот допустим. Какая-то складочка у нас получается. Смотрится да действительно поинтересней. Тут зажатым Shift-ом можно пройтись. Кстати давайте Object Mode и Shade Smooth. Сделаем я не помню. Делаю я Shade Smooth или нет. Тут уже финальная часть. Мы уже финальную часть делаем. Так. Возможно так. Чуть-чуть сильно приблизился. Возможно давайте чуть посильнее. Тут пройдемся кисточкой Крис. И вот тут. Может это будет что-то похожее на Жабры. Не знаю. Сейчас я такую какую-то от себя тяну делаю. Потому что на референции у меня этого нет. Ну просто показать вам как это все работает. Так. Окей. Давайте теперь приступать к раскрашиванию нашей модели. У нас будет два цвета. Это синий цвет и какой-то бирюзовый что ли. Вот какой-то такой. Бирюзовый цвет у нас будет получается там где. Ну вот условно вот пузико будет идти. Приблизительно до этой части. Поэтому нам нужно зайти в режим изоляции сейчас. С этим персонажем. Ctrl-Tab и Vertex Paint. Только для начала. Для начала забыл. Давайте зайдем в Shading сначала. И создадим новый материал ему. Потом добавим Vertex Color. Так. Vertex Color. Подключаем его. И тут мы. Нам нужно зайти сейчас в Vertex Paint. Так. И добавляем сюда уже наш цвет. Можно опять зайти. Layout. Чтоб это все нам не мешало. Ну и мне нравится. Включать материал превью. Чтоб мне это было все лучше видно. Вы можете не включать. Так. Цвет нам нужно поменять на черный. Максимально черный. И полов выбрать Smooth. Ну вот этот. Вот этот параметр. То есть там есть просто. Сейчас покажу. Просто Smooth. А это Smooth. Как что-то типа такого. Так. Теперь включаем обязательно симметрию. Она у нас включена. Вид спереди допустим. Чуть камеру вниз опускаем. И смотрите. Тут я получается рисую как. Я сначала делаю такой. Сейчас я покажу. Допустим. Вот тут. Оно будет подтормаживать. То есть я делаю сначала вот такой контур. Веду вниз. Приблизительный такой контур делаю. А потом я его буду закрашивать. Оно подтормаживает. Я вам сразу говорю. Вот где-то вот так вот допустим. И теперь я все это аккуратненько закрашиваю. У меня оно не прям чтобы сильно тормозит. Но все равно. Это из-за того, что у нас достаточно много точек. Но я вам говорил раньше, что чем больше точек в рамках разумного, конечно. Тем более плавная у вас будет эта вся раскраска. Можно, конечно, было сделать досимейт или ремеш. Но для двух минут рисования, я думаю, это лишнее. Я как-нибудь в других уроках покажу, как это все делается. Так, вот тут тоже закрашиваем. Не спешите. Аккуратненько проводите кисточкой. Возможно, я еще чуть-чуть вниз уведу все это. Вот так вот допустим. Ну и тут, конечно же, придется добавить немножко. Так, приблизительно. Так, вот спереди, вид снизу. И я возьму кисточку поменьше и аккуратненько вот так вот чуть-чуть. Нет, наверное, слишком маленькую сделать, чуть побольше. Хочу, что-то такой типа хвостик небольшой получился. Ну вот так вот, допустим. Готово. Вы можете еще где-то добавить этот цвет. То есть, допустим, тут добавить где-то или где-то еще. Тут уже на ваш выбор. Я, наверное, так вставлю это все. Потом можно, кстати, это будет дорисовать без проблем. Выходим обратно в Object Mode. Идем в Shading. Так, давайте возьму мышку. Тут я уже рисовать ничего не буду. Тут добавляю Mix RGB. И получается, ставлю это в Factor. Только я вот тут не помню. Color 1. Сейчас я поставлю. Да, Color 1 получается наш основной цвет. Это какой-то вот такой вот синий цвет. Color. Нет, я ошибся. Color 2 основной цвет. А Color 1 наш второстепенный цвет, который вот мы нарисовали. На этом пузике. Я сейчас открою предыдущую свою работу, но по которой я делаю. И посмотрю, какие там цвета я точно делал. Потому что я так не помню уже. Так, получается, основной цвет это вот такой. Я покажу Hex. Можете его скопировать, если вам нужно. А второстепенный цвет это вот такой. Также покажу Hex, чтобы его могли скопировать. Окей. Дальше. Давайте сразу зубы сделаем. Зубы у меня там какого цвета. Сейчас смотрю. Немножко желтоватого у меня цвета зубы. Так, давайте создадим материал. Получается такой же материал, как у этой части. Вот такие у меня зубы. Также Hex показываю. Тут сразу нужно металлик поставить 0.2, Roughness 0.350 где-то приблизительно. Так, получается. Теперь выделяем все части. Вот эти вот. Так, теперь выделяем те зубы, которые мы уже покрасили. Ctrl-L и Materials. Попробустили вот эти вот два зуба. Готово. Так, корона. У нас получается что-то типа золота. Вот такой вот цвет я использовал. Также Hex вы можете видеть. Металлик в единицу. Roughness. Сейчас скажу, сколько я там ставил. Roughness где-то 0.350. Ну, 0.3 можно поставить. Roughness в принципе. Что-то наподобие золота такого. Я не помню, шить смуз сделал или нет. Так, потом вот этот кристалл. Там просто Emission туда накинут. То есть не помню, какой цвет. Оранжевый какой-то такой. И получается. Удаляем эту ноду. И ставим сюда Emission. Это лишнего накладка. Подключаем Surface. И цвет оранжевый такой. Хекс вы видите. И силу я ставлю на пятерку. Да, еще усы. Усы получается такого черного цвета. Даже я бы сказал, темно-синего такого. Roughness у них пусть 0.4 будет. Но этого будет, думаю, достаточно. И теперь выбираем все вот эти усы. Ctrl-L. Material. Готово. И глаза. Что нам нужно сделать? Это глаза. Создаем новый материал. Также сюда. Vertex Color ставим. Заходим в Vertex Paint. Добавляем сюда это. И режим изоляции. Так, только единственное что. Видите, нам нужно их подразделить сначала. Object Mode. По Mirror. Сначала Mirror мы убираем. Тут ставим где-то на троечку. И подтверждаем. Сейчас да, плюс-минус окей. Добавляем теперь Mirror. Так, Vertex Paint. Тут вид спереди. Глаза я оставлю белыми. Основной цвет будет белый. А добавлю, получается, скорее всего, ну, я не знаю, возможно, сначала какой-то, ну, черный цвет, к примеру. Давайте попробуем. Так, наводитесь приблизительно на центр. Вот где-то вот тут. Приблизительно. Так, по симметрию включите. И у меня черный цвет включен. Давайте вот такой чуть поставлю. Черный цвет. И я несколько раз кликаю, чтобы добавить. Так, смотрим. Устраивает нас такое или нет? Ну, давайте я, наверное, отменю. И чуть-чуть побольше сделаю. Так, я долго буду отменять. Я просто кисточку сделаю больше. Где-то вот такую. И вот такой где-то размер сделаю. Да. Теперь я цвет поменяю на какой-то изумрудный, наверное, вот такой вот. Кисточку меньше делаю. Где-то вот так вот. И рисую изумрудным уже цветом. Ну, приблизительно. Вот получается у нас вот такой вот глаз. Object Mode обратно. И в Shading заходим. И тут нужно Roughness. 0.1. И Specular. Ну, пускай. 0.9. Чтоб они достаточно сильно блестели. Да. Где-то, где-то так. Сейчас попробуем. Может их нет. Уже повернуть получается. В принципе, можно. Просто сильнее сюда засунуть. Но я, наверное, делать этого не буду. Тут, смотрите, да. Такой момент, что у нас глаза, они не круглые. Поэтому сразу вы должны понимать, как они у вас будут располагаться. Так. И на этом получается все. Давайте настраивать камеру и освещение. Так. Новую папку. Создаем камеру. Заходим в камеру. Так. Вкладка View. Включаем Local Camera. И Camera To View. И выбираем нашу камеру. Так же управление получается, как и у блендера у вас. Ставим тут 1600 на 1200. 80 миллиметров. И приблизительно располагаем. Ну вот. Я как-то сбоку хотел это все сделать. А тут можете слева. Можете справа. Ну, допустим, как-то вот так. То есть, тут смотрите. Еще важный момент. Смотря как вы будете располагать камеру, так и будет выглядеть ваш персонаж. Ну, допустим, мне вот так вот тоже нравится. Прикольно камера выглядит. То есть, чтобы как бы сделать рендер только головы. Я, допустим, как-то чуть сверху хочу все это сделать. Вот так вот приблизительно. Где-то вот так. Я оставлю камеру, наверное. Да. Приблизительно так. Выключаю тут камера. Тут. И выключаю вот эти галочки. Теперь я открываю второй экран. Вам нужно наветись сюда, пока не появится крестик. И открываю второй экран. Тут я уже включаю рендер. Я чуть поменьше его сделаю. Тут я его выключаю. У меня Eevee сейчас работает. Ambient Occlusion ставлю. Bloom. Green Space Reflection. Color Management. Экспозицию в единицу. Фильмик. Нет. Look. Medium. High Contrast. И освещение в ноль. Окей. Теперь. Сдаю первый источник света. Типа Light и Point. Создаю. Сейчас я посмотрю, какой у меня там цвет сразу. Так. Получается оранжевый. Такой цвет у меня. Вот такой получается. Hex. Вы сможете увидеть. И я его ставлю где-то вот сюда. Тут все зависит уже от расположения именно вашего персонажа. Плюс расположение камеры. То есть мне нужно добиться контрового света. То есть видите, вот у меня получается контровой свет. Это то, что я хочу добиться. У меня получается. Ну, если мы смотрим сверху, то вот у меня камера идет. Вот у меня сам персонаж. И вот у меня источник света. Я его, наверное, так приблизительно и оставлю. То есть мне, в принципе, все нравится. Мне главное, чтобы он, получается, контру мне подсвечивал. Чему он и называется контровым. Возможно, чуть пониже. Вот так вот ему опущу. Да. Потом его скопируем. И перемещу четко вот сюда. Но, конечно, сделаю его поменьше. Где-то тут 50. Именно его силу. Да, пока так оставлю. Потом беру этот поинт. Давайте, кстати, ему сделаем, может, радиус 0.5. Да, радиус 0.5 будет получше. Потом мы его дублируем и ставим сюда. Так, приблизительно сюда. Цвет также я возьму с предыдущей работы. Вот такой вот кекс получается. Давайте я еще раз покажу. Вот. Силу у него 1200 ставим приблизительно. Тут у каждого будет все по-разному. Поэтому я не могу точно сказать, какую вам силу ставить. Радиус 1 я поставлю. Его достаточно далеко нужно отодвинуть. Я сейчас отключу все остальные с точки света. Где-то приблизительно... Приблизительно вот так вот сюда. То есть, чтобы он не очень сильно светил. Я еще потом буду смотреть, как это будет выглядеть, когда все источники света будут. Сейчас просто так дефолтно настраиваю все это. Так, и теперь мне нужно его продублировать. Этот я отключу. Задам цвет белый. И где-то приблизительно... Ну, силу 2500 поставлю. И радиус 2. И повыше по дому, потому что это будет наш основной источник света. Это приблизительно так. Окей, давайте теперь включим все наши источники света. Так. Теперь я бы хотел... Смотрите, я буду рендерить в Cyclos, поэтому я сейчас включу Cyclos, чтобы посмотреть, как это все выглядит. Да, в принципе, в принципе, окей. Возможно, вот тут. Давайте попробуем поставить 100. Возможно, так, где-то так. Да, да, в принципе, сейчас меня все устраивает. Мне нравится это освещение. Оно очень прикольно выглядит. Да, плюс-минус меня все устраивает. Давайте посмотрим False Color. Карту освещения. Возможно, вот тут поставим... Давайте сразу 2000, просто чтобы посмотреть. 3000. Ну, возможно, тут 2000 я поставлю. Тут, возможно, 5000. Давайте посмотрим, как сейчас выглядит. Обратно фильмик. Да, вот так уже получше смотрится, потому что источники света достаточно далеко. Тут, опять же, все делается плюс-минус на глаз. Возможно, я поближе поставлю. Вот так вот. Да. Так, а если я попробую этот отключить... Ну, видите, слишком темно. Да, поэтому приблизительно где-то так. У каждого, опять же, повторяюсь, все будет по-разному. И последнее, что я хотел сделать. Зайти в Shading. Добавить сюда, получается, текстуру Noise Texture. Ctrl-T нажать. Сюда Object подсоединить. Потом добавить сюда Bump. Bump подключить в Normal. Color подключить в High. Scale 10. Detail 16. Силу 0.1. Дистанцию 0.5. Ну и смотрите, получается такая текстурка. Но она слишком сейчас сильная, поэтому дистанцию, точнее, давайте силу 0.02 поставим. Вот, да, где-то так. Если мы приблизимся, то мы увидим такую небольшую шероховатость. Это как раз вот хорошо будет на рендере все это выглядеть. Отлично. Сохраняемся. Зайдем в камеру. На этом все. Большое спасибо за просмотры. Хочу напомнить, что ваши лайки, ваши комментарии дают мне мотивацию снимать новые видеоролики. Еще раз вам спасибо за просмотры. До новых встреч. Всем пока.